Александр Горин в начале года купил дом на улице братьев Коростелёвых 127. Говорит, всегда мечтал жить в исторической части города. Сейчас молодой человек вместе с семьёй занимается ремонтом и лишние руки в помощь не помешают. Знакомые посоветовали обратиться к инициативной группе Томсойерфеста. Теперь дом Александра – один из объектов, которые в этом году помогут отреставрировать волонтёры. Завтра уже Томсойерфест начнёт ремонт фасады. Я этому очень рад. Рад, что волонтёры помогут нам, что этот дом преобразится. Дом будет красный, с белыми вставками, яркий. Я думаю, всем понравится. Решили, что сезон такой, что больше одного жилого дома мы не берём в этот сезон, чтобы всё сделать хорошо, не гнаться за цифрами какими-то. Впервые мы работаем с таким объектом, когда человек купил старый деревянный дом в качестве жилья и сейчас проводит капитальную его реконструкцию, а мы ему поможем. Томсойерфест придумали и впервые провели в Самаре в 2015 году. Сейчас он проходит в 53 городах и сёлах России. Всего за пять лет работы волонтёров восстановлено более 80 домов по всей стране, 15 из которых в Самаре. На открытии шестого сезона фестиваля побывала глава города Елена Лапушкина. Вокруг себя объединяется единомышленников, и таким образом рождается вот то самое гражданское сообщество, активное, объединённое одной из замечательной идей, и это не менее прекрасно, чем восстановление просто фасада дома. И за вами идут люди, что тоже очень и очень важно. Из года в год основная цель проекта – обратить внимание на историческую среду и объединить городских активистов в деятельное сообщество. Начинание, которое зарождалось как региональная инициатива, сейчас стало федеральной повесткой, отметил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Замечательно, что мы с вами не только возвращаем старый облик городам Самары, но и пропагандируем сохранение красоты и своих истоков, своей истории, и это находит такой охват и такую поддержку по всей стране. В этом году, кроме дома на братьев Коростелёвых, планируется отремонтировать трансформаторную подстанцию в стиле модерн и создать на одной из стен улицы Ленинградской панно из почтовых ящиков. Стать волонтёром и внести свою лепту в преображение города может любой желающий. Для этого нужно написать в официальную группу в соцсетях фестиваля. Мэри Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События.